Добрый вечер! Моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединялся, все доброй ночи, добрый вечер! Посмотрите, дорогие мои, я взяла сейчас веник, это я открыла окно, боже, как я люблю ночь и в ночь наблюдать. У нас вчера была минусовая температура, и сегодня, и позавчера была минусовая температура, днем, потом повысилась до плюса, а сегодня выпал снег. Ну, вот сейчас я вам покажу, смотрите, у нас выпал снег, это у меня здесь на кондиционере снег, и поэтому, что я сейчас сделаю, но температура все равно плюсовая, и вот он здесь уже у меня растаял на подоконнике возле окна, а на кондиционере вот он выпал, и тут же тает, но я не хочу, чтобы он у меня таял на кондиционер, и я вот так вот всегда сметаю. Благо у нас сразу все, сразу плюсовая температура, вон снежок немножко, а на дороге уже нету снега, уже растаял. Все, представляете, это редкость, когда в ноябре первый снег, ну вот, с первым снегом. Так, ну а я все обняла, мне тут надо было пообметать все-все-все, еще чуть-чуть, а я решила включить камеру вместе с вами, вот так веселей, и поделиться вот этим вот воздухом свежим. Какая прелесть! Выпал снег, и мы с мужем сразу же пошли в кафешку. Такое уютно-уютное кафе у нас есть, прямо в центре города. Я вам как-то показывала его буквально недавно, таким ярко, каким-то малиново, и малина, и фуксия, вот такой цвет кафе. В общем, мы там посидели, я выпила кофе, а муж решил бананово-лимонный тортик кусочек съесть. Мне очень нравится интерьер, внешне вы уже видели его, а внутри я вот в следующем видео вам обязательно покажу, какое это кафе. Ну а сейчас чем я занимаюсь? Вот, снег убрала, ручки помыла, и сейчас занимаюсь, у меня закончился чай, я вот снова наполняю свою чайную баночку чаем. Что у меня входит туда? У меня входят листья смородины, вот вы видите, чабрец, причем чабрец двух видов, и лимонный, и лесной. Также сюда входит шалфей, вот он у меня шалфей, я практически, вот он у меня красавец. Вот, храню я вот в таких вот штучках, в пакетиках, в сухих. Обязательно, они должны быть бумажные. Вот, а вот у меня, видите, чабрец, причем двух видов. Вот, посмотрим, вот этот чабрец, который с иголочками, вот этот чабрец, это чабрец лесной. А вот этот чабрец, сейчас я вам покажу, сейчас, вот, здесь не только чабрец у меня, я смешала. Так, сейчас, где он у меня? Вот, вот такой чабрец есть, вот, который не с иголочками, а вот с такими листочками. Он лимонный имеет вкус. Также я положила и клевер. Клевер тоже обязательно. Что еще? А еще, дорогие мои, вот это у меня высохшие листики, вернее, цветочки, вот эти палочки я убираю сейчас, освобождаю. герань. Я рассказывала вам, насколько она полезна. Вот это вот, сухая герань у меня, приготовленная к чаю, но только мне осталось, я сушу ее, прям на, вот таких вот, видите, на ножках. Вот так вот я сушу ее, на стебелечках на ее. А сейчас на зонтиках. А вот сейчас мне эти зонтики нужно убрать, что я прекрасно делаю. Все, чтобы остались у меня одни вот эти вот яркие лепесточки. Знаете, чай, во-первых, и красивый, во-вторых, полезный, невероятно полезный, я про герань рассказывала. И, ну, вот так. Все, поехали туда, 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 и будет так красиво. Бывает, я лепестки роз добавляю, вот, там тоже лепесточки роз у меня. роз у меня много, и поэтому я в течение лета собираю огромное ведро разных лепестков, не только роз, но и роз в том числе. Так, дальше у меня идет цедра. Вот лимончик, вот, видите, абсолютно сухой. Его можно в кофемолку, можно, нет, не класть в кофемолку, можно так. Вот я прям так, поломаю, поломаю, он у меня сухой-сухой. И получаю ароматный, изумительный чай. Никогда не покупаю уже много лет китайские чаи. У меня хобби, фитотерапия. Все травы собираю, которые не могу собрать, которые не растут в нашем регионе, покупаю. Так, и у меня сейчас сейчас, сейчас я перемешаю. Все. Ну и сейчас мы посмотрим. так, ну что, дорогие мои, посмотрите, какая это красота. Все готово, все я перемешала, все уже приготовила. На неделю у меня, пожалуйста, загружен мой чайный контейнер, которому уже летит и лет. и закрываю плотненько, чтоб никакая влага туда не проходила. И все. Ну и, естественно, я обязательно вам сейчас расскажу про то, что полезно при бессоннице. Мне писала девушка одна, у меня бессонница. Слушайте, черная смородина. Я не часто о ней говорю. Вы писали, что вас мучает бессонница. Черная смородина – прекрасное средство для борьбы с гипертонией и бессонницей. Сегодня перебирала у себя заморозку, и там у меня смородина, малина, все. И я вспомнила за вас. Я вам говорю, обязательно смешайте пустырник, немножко мятки, черной смородины. Делайте себе вот такие чаи, можете без пустырника. Возьмите лимонник, материнку и черную смородину. Это прекрасное, прекрасное средство. Незадолго до отхода ко сну возьмите одну столовую ложку ягод смородины, залейте одним стаканом кипяченой воды температуры где-то 60-70 градусов. Просто, если у вас нету никаких трав. Пусть настоится полчаса, немножко даже можно и медика положите. И все, и выпивайте. Через 40 минут уже нормально. Нормально вы будете себя чувствовать спокойно. Еще хочу сразу ответить, от меня спрашивают, что я для профилактики делаю от, допустим, гипертонии, чтобы не было, чтобы не повышалось у меня давление. Да все очень просто. Тем, кому за 50 или под 50 или за 70 и так далее, да даже за 40, даже за 30 бывает и так, те с давлением знакомы, да, не понаслышке. Конечно, вы придете к врачу, вам сразу, вас присадят на лекарство, и вы будьте осторожны. То есть, после этого уже вы ничем не сможете себе понизить давление, как только вот теми средствами химическими, которым вы приучите свой организм. Что бы со мной не произошло, это я вам открыла такую красоту, пусть вот эта песня, симфония будет вам напоминать о том, что нужно готовить. Готовить все живое, все настоящее. Ну и понизить. Как же понизить? В общем, чтобы не присесть на вот эти химические препараты, у кого легкая гипертония, попросите вашего лечащего врача вам выписать не таблетки, не мини-дозы препаратов, а именно, потому что вам придется их потом, эти мини-дозы, увеличивать, и все, чтобы снижать давление. А когда придет момент, когда вы не сможете и уже и огромными дозами снизить, вот тогда вы вспомните меня. Но это уже как бы поздний вариант. Поэтому завязывайте с химией, попробуйте альтернативные средства. И эффект, я вам говорю, превзойдет ожидания. свежевыжатый свекольный сок, как бы он не был вам противен. Ему надо дать постоять полчаса, то есть отстояться. А затем следует развести водичкой один к одному. Для вкуса добавить немножко меда. Все, трижды в день по полстакана и вы в порядке. Вот что такое свекла. А сейчас сезон свеклы. Я всегда рассказываю о сезонном, только о сезонном. Еще очень хорошо действует обычная ходьба. Только что пришли. Мы убегали на улицу с мужем, когда увидели, что идет снег. Я говорю, пошли скорее, скорее, скорее. Пошли, прогулялись, подышали, потому что у нас может и не быть такого времени. Мы много, очень много работаем. Что он, что я. И когда у нас есть возможность, час, полтора, часа, два, то мы вместе стараемся провести, поскольку мы не смотрим телевизор, мы стараемся куда-то выйти. Либо это идем в теннисный, он теннис играет, там я ему сочувствую, либо я на пробежку, он на стадион, либо, ну в общем, у нас есть свои моменты, либо мы вдвоем идем гулять, и в этот раз вот снежок, я говорю, идем в уютное, уютное кафе. Пойдем там посидим, но туда пешком надо было идти. И идти далеко, вот, быстрым шагом мы туда и дошли. Посидели уютненько, в следующем видео я вам покажу, внизу ссылочку, если не забуду, сделаю. Вот. И потом назад так же. Замечательно, никакое давление нам не страшно. Не меньше 4-5 километров, если вы проходите в день, не будет никакого давления. Не обязательно за один раз. главное, чтобы движение было регулярным. Например, летом лучше погулять с утра и после 6-ти вечера, а зимой и в межсезонье, в любое время дня. И еще обязательно, обязательно уменьшите количество соли в пище или вообще откажитесь от соли. вот так вот. Конечно, доктора вам будут говорить, не стоит отказываться от медикаментов, все потому, что, ну, хлеб-то свой потеряют и фармацевты, и врачи. Ведь чем больше больных, тем больше врачей, тем больше финансов, потоков в аптеке. А моя цель, моя цель благословить вам, благословить ваши семьи своими знаниями, проверенными в жизни. Регулярно пью сок свеклы в сезон. Сейчас сезон, а значит, я смеси делаю соков. Это и свекольно-морковно-яблочный, и тыквенно-свекольно-морковный, и, в общем, разное, абсолютно-абсолютно все это разное. Так что спешите, спешите, действуйте. Профилактика всегда лучше, чем лечение. И, конечно, используйте, используйте дары, вот, которые дает нам Господь Бог. Зачем вам? Ну, для этого, конечно, опять-таки надо ходить. Вот, чтобы насобирать вот это все, вот это все, это мне надо столько перетоптать, обходить, и я не знаю, что, но зато потом посмотрите. Мой чай, самый красивый чай в мире. Это я больше, чем уверена. Ну, а я люблю вас. Надеюсь, что я вас завела на это дело. Сделать композицию своего собственного чая. Сто процентов без химии, сто процентов без консервантов, сто процентов здоровый напиток. Пока-пока. Будьте благословенны. Вы и ваши близки. Субтитры сделал DimaTorzok,